Начали, начал бить танк. Выстрел в дом. 5 выстрелов, 5 домов нет. Извините меня, чтобы так точно стрелять. Это надо. Раз. В двухэтажку. Вон оно, прямое. Два. Вот дом. А что здесь с людьми случилось? А ее убила, ее выкинула с балкона. Она на балконе была. В поселке Опытное, который расположен в 2-3 километрах от Донецкого аэропорта, больше года нет света, а найти целое здание почти невозможно. Населенный пункт превратился в руины. Большинство жителей выехали в соседние Авдеевку, Донецк или другие города. На сегодняшний день здесь остались 56 человек, хотя до войны проживало около 700. Черт его знает, что сюда влетел. Гах, мы в подвале были. Начали, пробежали тушить, так нас чуть-чуть не перестреляли. Что вы, говорит, ночью ходите по этому? Говорю, так хата, дом горел. Говорю, что нам надо было тушить? По словам волонтеров, местные жители, которые не смогли или не захотели выехать, выживают только благодаря гуманитарной помощи. На сегодняшний день в поселке живет 56 человек. Они полтора года живут без газа, света, тепла, электричества. В опытом на сегодняшний день не осталось ни одного целого дома. Люди выживают благодаря гуманитарной помощи, благодаря нашей миссии, благодаря помощи от УВКБ ООН и Красного Креста. Это три организации, которые здесь оказывают людям помощь. Волонтеры заезжают сюда нечасто, а когда удается добраться, привозят всего по максимуму. В этот раз это были зимние вещи и то, о чем так долго просили люди. Три электрических генератора и расходные материалы для них – 12 литров масла и 80 литров горючего. Помощь получили жители двух подвалов и частного сектора. Запуск генераторов и выдача теплых вещей проходили под канонаду перестрелок. Теперь у мирных жителей опытного появится свет и возможность заряжать мобильные телефоны.